Друзья, всем привет! Сегодня у нас тема немножечко не про гараж, хотя гараж у нас уже вон 8 рядов готовы. 8 рядов, представляете? Осталось совсем немного, а тема у нас сегодня именно про пластерс обои. В общем, 400 тысяч просмотров про жидкие обои пластерс мы получили кучу писем от наших зрителей, ну точнее комментариев, в которых было две боли, две боли, основные боли. Кстати, 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 пользуясь случаем, ну я же должен хоть какую-то рекламу в ролик вставить. Друзья, дягиль у меня на руках, жарковский-мед.рф, дягилек вкуснейший, просто чудо, чумачечий. Рекомендую всем, это с нашей пасеки, с таежной пасеки. Но сейчас мы не об этом. Я хочу рассказать, как мы прожили с этим материалом уже почти 2 года. Сначала о ваших болях, о болях наших зрителей. Пишут 2 вопроса главных. Первый вопрос это то, что они осыпаются, осыпается вот эта пудра, осыпаются блёски, по мнению многих диванных экспертов. И вторая боль это то, что пыль, пыль забивается вот в эти поры, и её невозможно никак потом вытащить, и обои становятся такие непотребные, некрасивые. На первый вопрос я отвечу по поводу осыпания очень просто. Смотрите, ну мы не прибирали, вчера у нас был замечательный праздник, вот день рождения, мы только со стола прибрали, и всё. И по сути, ну, да давайте я даже вот так сделаю, просто рукой пошелушу, вот, смотрите. Смотрите, вот, смотрите, пошелушил. Показываю вам внизу. Вот. Ну. Если такое считать осыпаниями обоев, то, друзья, тогда извините, конечно, вы какие-то идеалисты. Второй вопрос это по поводу пыли, которые забиваются в поры, и обои становятся некрасивыми. Братцы. Нет такой проблемы, такой проблемы действительно нет. Всё, ну, вот вы видите, мы не пылесосом не пылесосимых. А вот теперь о таких моментах, которые где-то здесь у меня есть, которые сделали для меня лично понимание того, что я теперь везде в доме. Нет. Ты уже замазала? Да. Где там? Женька замазала, короче. Я ищу место, вчера оно было. Здесь сбили чем-то столом или чем-то, короче. Лестницу. А, лестницу, наверное, тащили, мы тут недавно шторки вешали красивые эти, не знаю, как они называются. Как? Рулонные. Рулонные шторы. И где-то здесь сбили место, я вам хотелось сейчас его показать, а Женя взяла его и заделала. Заделывается крайне просто. Берётся пульверизатор, пару раз брызнул, шпательком мазанул, и всё, я вот сейчас, представьте, она сегодня это заделала, а я найти не могу. И ни пя... Нет, опять не там. Ни мокрого пятна, ничего не осталось. А какие ещё, Жень, писали комментарии у нас замечательные зрители? Ну, я помню, про пыль, там типа осыпание. Пыль и осыпание. Глубокого проникновения. И получается, что потом шпателем легко снимаешь, в корзину перемешал, на следующий день накладывай в другой комнате. Опять красота на несколько лет. Поддержку. Так, подожди. А, давайте второй этаж тоже покажу, что у нас в втором этаже. Потому что у нас там есть прям белые комнаты. У Илиночки, у нашей дочери, у неё комната прям выполнена в белом стиле. И тоже, кстати, вот детская, да? Ну, если стену замарать из рулонных, то вариантов помыть её, как-то там почистить, это, наверное, сложно. В данном случае, даже если там, вот сейчас ручкой провести, то можно также шпателем собрать и опять намазать. Всё легко решаемо. Так, комната дочери. Ну, как всегда, у неё творческий беспорядок, она у нас творческая личность. Всё классно. Белая комната. Так, у сына. У сына. У нашего чемпиона. Тоже вот, ну, у него выполнена в таком, в синих тонах. Вот. Тоже с обоями вообще проблем никаких нет. Ну, и по шелушению. Смотрите, сейчас шелушу. Вот сейчас шелушу. И прям показываю вам вот на сапборде. Ну, вот, смотрите. Вот сапборд. Чистота. Хотя я прям нормально пошелушил. Вот. А пришло время теперь самому... Ну, ещё наша спальня есть, конечно. Давайте тоже покажу. Надо всё показать. А то у нас, это, скептики остались ещё. Ну, комментаторы просто шикарные. Они меня всегда радуют своими рассказами. Обои в нашей спальне. Вот. Здесь у нас серый стиль. Такая мелкая плетёночка. Вообще шикарная просто. Давайте вот так свет открою. Наверное, так будет виднее. Сразу скажу, камера не может, тем более экшн-камера, не может передать этого эффекта. Какой получился. Получился просто класс. Теперь, в подтверждении того, что... Короче, эти обои достойны уважения. Я хочу сказать, что мы взяли обои же ещё и на лестничный марш, и на весь подвал, и на бильярдную стеннисной. Смотрите. Вот это вот эти... Но это как бы не обои. Это не жидкие обои. Это тоже силк-пластер, но это декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ. Так же перемешиваем и наносим. Моё решение было таким, что я занимаюсь плотно гаражом, а Евгения у меня сейчас начнёт наносить всё это мероприятие у нас в нашей бильярдной комнате. Вот. Тут надо уже просто начинать прибираться. По-хорошему-то надо было начать, наверное, с пола, с кафеля, с керамогранита. Не знаю, что мы там приобретём. Но, по-честному скажу, уже не терпится просто сделать эту комнату чистой. Чтобы уже ходить босиком, без сланцев. В общем, весь дом, чтобы был нормальный. Короче, с лестничного марша она начинает работу у меня в эти выходные. Я в это время параллельно работаю по гаражу. И ещё, друзья, параллельно же я тяну сейчас маме в новом доме в её электрику. Но об этом я вам не рассказываю, потому что, наверное, вам не интересно. Если интересно, напишите, тоже об этом вам расскажу. Короче, лето у меня просто на разрыв. Очень много дел. Но в то же время я понимаю, что осень впереди. Сауна у нас скоро начнёт опять работать. Потому что сейчас-то мы летом моемся по капсуле на улице. Там и бассейн рядом. А в ближайшее время уже, ну, начало сентября перейдём опять в цоколь. Поэтому надо сауну делать. Надо уже обои наносить. И вообще делать классную комнату. Классную комнату. Сейчас возможности есть. Некоторое время уже не тоже появилось. Поэтому работаем. И всё же хочу по обоям закончить этот вопрос. Классные обои точно. Нам нравятся. Мы очень рады, что взяли именно жидкие обои и декоративную штукатурку. Почему декоративную на подвал? Потому что она не боится влаги. И она вообще может быть даже и фасадной, и уличной, и внутренней. Лично я рекомендую этот материал. Но в ближайшие видосы, в ближайший месяц вы увидите, как всё вот это будет преображаться. Давайте для того, чтобы вы увидели потом все изменения, я сниму это вот сейчас на видео. Как выглядит эта комната, в которой мы сейчас будем наносить их. И вторая комната. Здесь тоже будут у нас те же самые обои. Ну и потом потолки мы тут сделаем. Друзья, ну вот такой видос, это как бы ответ на комментарии для тех, кто интересовался, как мы провели этот год с жидкими обоями Silk Plaster. Хорошо провели. Так, друзья, ну я с вами прощаюсь буквально на пару дней. Выйдут видосы скоро опять по гаражу. Там новые фишечки и подвижечки. И ещё выйдет видос по гидроизоляции от мостки. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Будет интересно. Всё, всем пока.